Приветствую вас, мои друзья и гости канала Всем огромный привет! И сегодня у нас с утра дождик И опять оделся в непогоде Ну да ладно, бывает такое Ииии... Ииии... Что мы сейчас будем делать с вами? Мы проедемся с вами до места, где я буду монтировать видео Все не могу смонтировать видео по Кубе, потому что мы занимаем очень много места Ну и конечно же давайте пробежимся по новостям Сегодня у нас 16 декабря Это означает, что у нас экватор от декабря месяца И соответственно, можно сказать, что немножечко зимы уже прошли За бортом плюс 15 градусов при всем том, что за бортом у нас дождик Обычно без дождя плюс 11 градусов Ну и конечно же, давайте теперь попробуем пробежаться прям по самым горящим новостям. Да, кстати, многие спрашивают Макса, почему ты используешь проводной наушник? Почему ты не используешь беспроводной? Ну это же по такому принципу Почему там, например, я пользуюсь проводной мышкой а не пользуюсь беспроводной? Ну потому что у провода все равно отклик быстрее, отклик лучше Поэтому и здесь тоже пользуюсь Ну и конечно же, если мы возьмем с вами микрофон У беспроводных наушников они оставляют желать лучшего Поэтому приходится пользоваться вот такими проводами Мне самому тоже некрасиво, неприятно Но это факт Ну что, наконец-то Да, кстати, петличка есть Но почему-то она такая чувствительная Когда машина едешь и любое движение Ну очень сильно сказывается Поэтому петличку тоже предпочитаю Ну как бы не использовать Потому что звук сильно искажается Давайте потихонечку к новостям Достигли апогея В Сочи через границу перевозят по 7000 мандаринов в сутки О, а вот ребята нашли, чем заниматься бизнесом 7000, получается, мандаринов Тон при том В сутки В сутки Ребят, в сутки Вы представляете себе? Офигеть просто можно В джаз-баре BBC Джаз-клуб 18 декабря пройдет концерт Блюз-доктор Блюз-доктор Ну не знаю Я джазовую музыку не люблю Поэтому я к ней отношусь Ну знаете, так вот Отношусь к ней ровненько По большому счету Потому что Ну не знаю Я джаз не понимаю, если честно Ну опять же Как бы это не говорит, что эта музыка плохая Просто я лично не понимаю Я еще до джазовой музыки не дорос В Сочи с 17 по 20 декабря Пройдет выставка Ярмарка Кубань Рождественский базар Поэтому там вы сможете Якобы со скидкой получить Хорошие скидки на те или иные продукты В Сочи Осудили госинспектора Который в качестве взятки Отдохнул по ВИП-системе в санатории В общем, пришел такой вот у нас Проверяющий Проверять Ему, соответственно, дали командировочный Он решил командировочный оставить себе И взамен сказал Блин, ребят, давайте размещать меня бесплатно Ну и, соответственно, его разместили Тут он нашел, как всегда, к чему придраться Потому что всегда можно найти, к чему придраться И он, соответственно, в свою очередь возвращается В тот же самый санаторий Но уже со своей любимой женой И со своим семейством И говорит, вы, говорит Ну, типа, короче Ну, давайте Тебе, говорит, что давайте? Тебе, ну что, что? Нарушения, говорит, будем убирать Закрывать глаза будем на это Он мне ВИП, говорит Отдых, пожалуйста, для меня и семьи И все Ну и вот, соответственно, ему за это дали 7 лет Ну, в принципе, я считаю, что правильно Потому что превышение должностных полномочий Это налицо На видео сняли мужчину, выбрасывающий кучу мусора В речку Сочи Ну, как бы свино-то конченное Что еще сказать? Я даже комментировать не буду Ну, нельзя так Конфликт между таксистом и охранником Сочи Зашел слишком далеко Новые подробности Да, мы уже 3 дня говорим про это таксистом Мне кажется, он уже самый известный человек Слав Сочи Как бы уже даже Копейгородского не знает Кто такой Копейгородский А вот, например, таксист его знает В общем, с утра Решил таксист купить 2 баночки йогурта Да, маленькие, по 18 рублей Ну, реально по 18 рублей Там, что в сумме составляло 36 рублей Так вот, зашел он А продавщица, бывает же Ну, раз таксист зашел, значит, говорит Мы тебя без маски, тварь Обслуживать Ну, не будем Он говорит Серьезно, что ли? Тебе, говорит, да А он такой принципиальный Как мой папа Он говорит, хорошо Он идет к выходу С этими баночками И начинает пить Ну, к демонстративной Наверное, я бы, если честно Ну, если честно, ребят Я бы сделал нам то же самое Ну, реально, то же самое Ну, и типа, короче Хотите деньги, берите Хотите деньги, не берите Раз такие принципиальные Ну, заплатите за меня сами Соответственно, пошел Соответственно, в сторону машины Тут охранник Подорвался за ним Ну, и, конечно же Быстренько сел в машину Охранник перегородил ему Знаете, так Раньше, что я фильм смотрел Там, значит, бросались на Как бы На танки, да Там, с гранатой А это тоже самое охранник Только без гранаты И решил броситься Как бы Под машину Но водитель, не долго думая Начал его давить Ну, и, соответственно Соответственно Теперь Охранник там Ударил по машине Все Охранника, конечно, уволили Все Ну, таксист все продолжает Настаивать Ну, как бы И, знаете, такая Маленькая ремарочка 36 рублей Так и не отдал таксист Ну, как бы Я Если честно Сейчас можете Меня хоть чем-то Кидать Хоть помидорами Хоть яйцами Хоть чем Но я помидоры Не советовал бы кидать Потому что на Кубе И так Помидор нету Лучше те Помидоры, которые Хотите В меня кинуть Продайте их на Кубу Или подарите их Кубинцам И Просто у нас Много чего Заходит до абсурда Я Заехал 30 числа В магазин Который называется Хлеб до хмель Там есть Очень вкусные Тортики, ребят Честное слово Тортики Там просто бомба Ну, вот я Честное слово говорю Прямо Офигенные торты Ну, и я Захожу В форме В рыбал Рыбал В рыбацкой Я говорю Дайте мне Три тортика Ну, думаю Надо же угадать Какой маме тортик понравится Мама любит тортики Три тортика А тебе говорят У вас маска есть? Я говорю нет Я говорю Дайте одноразовую Да и все А у нас одноразовых масок нет Я говорю И что? Тебе говорят Ничего Вам нужно найти аптеку Ближайшую Где здесь находится Ближайшую аптеку найти Купить маску И Тогда мы вас Будем обслуживать Я говорю Ну, давайте сделаем так Если уж на то пошло Я Сейчас Просто выйду на улицу А вы мне На улицу Вынесите Три тортика Те, хоп-таки Ну, что Будем каждому выносить А это утро Ну, еще Ну, не каждому Я говорю Ну, вам же продажу Нужно делать Я говорю Я на улицу подожду И вы мне вынесите Эти тортики Ну, и Соответственно Они говорят Нет Ну, мне говорят Да я пошел бы ты нахер Ну, просто В прямом смысле Этого слова Ну, и все Это магазин Хлеб да хмель Как бы Я всегда Этот магазин допил Всегда считал Что это хороший магазин При всем том Что я Как бы У меня там Хорошее настроение Я Одну из смен Я угощал Там самым дорогим Шампанским Там подобное Когда у моей дочери Было дорожение Там подобное В общем Как бы Как бы Так Ну, здесь Вот раз И так вот Получилось Как бы Ну, и вот Все Хотя Говорю Я тоже хотел Пойти На принцип И тому подобное Если бы Это был магазин Самообслуживание То, скорее всего Я тоже вышел бы С тортиками И ради бога Выбежали бы Ко мне Там за магазином Я бы взял бы И отдал бы деньги Я же не хотел Своровать ничего Как бы По итогу Я зашел В соседнюю дверь В магазин Поэтому В этот магазин Это был цветочный Мне тоже сказали Маска есть? Я говорю Нет Я говорю Не будете обслуживать Так А сколько вам нужно Роз? Я говорю 59 Так Заходите Ну, зашел Купил 59 розиков Знаете? Розиков Розиков купил Мама любит розы Ну, реально Самые любимые цветы 59 лет 59 роз Приобрел Выхожу С этим огромнейшим Букетом Цветов Ну, эти Что-то там Смотрят в мою сторону Непонятно как Потому что Я считаю Что Либо правила Должны быть везде И одинаковые Для всех Либо же Это уже Называется Ну, нежелание Продавцов Как бы Заработать Например, я бы Ну, мягко говоря Немножечко Если бы я был Собственным магазином Я бы, конечно Таких продавцов За шею И выгнал бы Потому что Да Ты не можешь Как бы Ну, например Как в магазине Хлеб до хмель Ну, ты возьми Как бы Эти одноразовые маски Что-то на то Пошло Ты же должен Суетиться Три тортика На секундочку Это 2350 рублей Ну, это что Не деньги Что-ли 2350 рублей К примеру Если Например Зашел бы Мой папа Да Это он Отдал бы Четверть Своей пенсии У него там Пенсия Там 10 тысяч Или 11 тысяч Четверть пенсии На тортике Я считаю Что Это уже у нас Мягко говоря Пришло все грани И в этом отношении Я таксиста Прекрасно понимаю Хотя Как бы Я был на стороне Охранника Охранник тоже Как бы Не должен Как бы Ну Не знаю Должен в какое-то положение Или еще что-нибудь Не могу я точно сказать Конечно Чужую там Беду руками разведу Но факт то Что Я Скажу честно Маме Я на одержание Тортики не купил Сестра купила А я хотел купить Как бы Но Я там пошел на принцип Они пошли Непонятно Не на то Что На принцип Потому что Бездельники И тониадцы И все Ну если такие есть То обеспечите вы Хотя бы Этими одноразовыми масками Либо бы Вот например Сказали Вот Как в аэропорту Да Например Вот у нас есть Терминал Где вы можете Приобрести маску Да Нормально Как бы Я не в обиде Ничего Я же готов был За маску Отдать деньги Просто У меня не было С собой Маски Где я должен ее искать Ну как я должен ее искать Ладно Пишите в комментариях Что вы по этому поводу думаете В Сочи В Сочи Средь бела дня На парковке Сгорел автомобиль И знаете Как это у нас в СМИ пишут Хозяин грустит Серьезно что ли А вы думали Он будет радоваться Нифига себе У меня машина сгорела Как классно Гори Гори Ясно Да Как Литвин Сжег Мерседес Да И все Ну и довольны Все довольны Путешественники Раскрыли Пять схем обмана При аренде Недвижимости В Сочи Ну это Блин Ребят Как бы Опять Да их целая куча Этих мошеннических схем Первое Это конечно же Все говорят Что 90% Объявления Фейковые Само собой Говорю Мне недавно Ко мне обращаются Хочу дом снять Расписал такой дом Короче И за 20 тысяч в месяц Да если бы за 20 тысяч в месяц Можем было Снимать такой дом Ребят Ну неужели вы думаете Я бы за квартиру Островь мечты Платил бы 100 тысяч в ипотеку И еще 20 тысяч Коммунальные платежи Сейчас кто спрашивает Нифига себе Ты 20 тысяч Платишь Островь мечты Коммуналку Да ребят 20 тысяч Откуда делать Такая сумма Ну ответ очень прост Я снимаю Два парковочных места Это 12 тысяч рублей И соответственно Я еще Плачу коммуналку Коммуналка Выходит 6 тысяч Плюс интернет Плюс телевидение Плюс то Плюс все По мелочи По мелочи По мелочи И еще 8 тысяч Получается Потому что у меня Сейчас на данном этапе В доме Два провайдера Потому что Если вдруг Один сломался Я на втором Должен быть Выходить Интернет Для меня Интернет Это важно Поэтому я оплачиваю Два провайдера 20 тысяч Я плачу Просто за то Что я живу В своей личной квартире А тут Как бы За 20 тысяч Я готов Снять дом Готов Снимай Ради бога Еще на авито Видел Ну на авито Я рекомендую Снять А сколько Такой дом стоит Я говорю Ну такой дом Стоит от 100 тысяч рублей Да Чтобы 150 квадратов 5 соток земли Чтобы рядышком школа была Автобус на остановке Детский сад Чтобы ремонт был современный И так далее И со 20 тысяч рублей в месяц Ну это бред же просто Ну согласитесь же Ну и конечно Второй момент Это То что Обычно Размещает Фотографика Несуществующей квартиры И Когда ты уже На это реагируешь Соответственно Потом тебе предлагают Альтернативы Альтернативы Хуже Да Само собой Это же Это все проходило Третий момент Это То что Предлагают тебе квартиру До последнего Уверяют Что такая квартира Есть Но У них договор Заключен С собственником И соответственно Релатерские услуги Там стоят 6-10 тысяч рублей Что вы должны Заплатить Сначала Должен подписать договор А потом Едут на показ Чтобы просто так Не ездить Соответственно Мы тоже такое В свое время Сделали такую ошибку И Там Подписываешь договор Информационных услуг И по большому счету Ты подписал А тебя везут Не на ту квартиру Хотя ты Психологически Готов отдать деньги За ту квартиру Которая тебе понравилась На картинках Ну и Следующий момент Обычно Такая фишка Ты не можешь Звониться По объявлениям Как бы Там трубку Никто не берут Потом тебе Через час Перезвонят Ты уже не помнишь По какому объявлению Ты прозванивал Ну как бы И начинает Там А какую И все И начинает Вас там Ну разводить Просто там Знаете Такое Такое Обычное Обычное Разводилово Ну само собой Разумеешься В Сочи Недвижимости Дешевой Нет от слова Совсем В Сочи В свою очередь Как бы Аренда Сейчас тоже Начинает Потихонечку Нормально Подниматься В цене Потому что За Четыре года В Сочи Недвижимость Поднялась Два с половиной раза А аренда Поднялась Может процентов На пятнадцать Это ненормально И по большому счету Учитывая Сколько стоит Недвижимость В Сочи То проще Действительно Ее снимать Ну как бы Как бы так Например Такую квартиру Как Которую Как я живу В острове мечты Можно снять Тысяч За восемьдесят В месяц Да Где-то Примерно За восемьдесят тысяч Можно снять В месяц В восемьдесят Да Восемьдесят Квартира Такая Сейчас стоит Семнадцать Миллионов Рублей Да Даже Не сенат Где-то Ближе По семнадцати Уже Подняли Сцену Сенат А нет Восемнадцать Стоит Не семнадцать Все Восемнадцать Все Восемнадцать Миллионов Рублей Соответственно Мы Если Восемьдесят Тысяч Да Мы С вами Умножаем На Двадцать Месяцев То Получается Сколько Ну пускай Грубо Там Миллион Миллион Хотя Меньше Там Я думаю Долгосрочно Там Все Можно договориться Чтобы Было Тысяч Например Можно Договориться Чтобы За Восемьсот Тысяч В год Спокойно Можно Снимать Такую Квартиру При Всем При том Что Квартира Стоит Шестнадцать Миллионов Рублей Срок Окупаемости Двадцать Лет Ну Двадцать Долбаных Лет Двадцать Лет Соответственно Если Такую Квартиру Взять Ипотеку К примеру И внести Там Миллионов Пять Первый Взнос А лучше Ориентироваться Не на Пять Миллионов А лучше Ориентироваться Даже Например Если Восемь Миллионов Там Внести Своих Денег Своих Денег Восемь Миллионов И останется Остаток Своих Десять Миллионов То Ежемесячный Платеж Будет Не меньше Чем Сколько Все Правильно Не меньше Чем На аренду Цена Как минимум В два раза Должна Повыситься Но по логике Так Потому что Как бы Если Например Ты Покупал Квартиру Четыре Год Назад И сдавал В аренду И она Себя Отбивала За Пять Семь Лет Это Считалось Нормальным Сейчас Как бы Любая Квартира Которую Вы Покупаете Для Сдачи В аренду Она Отбивается Не менее Пятнадцати Лет Пятнадцать Лет Поэтому Это С точки Зрения Экономики Ну Никак Не Выгодно Я думаю Что Теперь Ну Дойдут Все До того Что Будут Ставить Нормальные Цены Которые Должны Собоставимы Быть Цены Квартиры И так Далее Потому что Как Рассчитывается Аренда Во всем Мире Как Должно Быть Окупаемость Везде Стоит Семь Лет Должна Вот Соответственно Если Например Квартира Стоит 10 миллионов Рублей То Соответственно В год Такая Квартира Должна Приносить Сколько Ну Как Кто Мне Скажет Давайте Почитаем Математики Мои Юные То В год Такая Квартира Должна Приносить Получается Около 14 Миллионов Рублей Ой В год Должна Приносить Около Миллиона Четыреста Соответственно Миллион Четыреста В год Мы делим На 12 Месяцев И И уже Исходя Из этого Уже Должны Смотреть Что И Как И Все Раньше Когда Я продавал Квартиру В 2016 2017 Году Мы Людям Смело Говорили Что Срок Окупаемость 6-7 Лет И Действительно Так Оно И было Сейчас Конечно Если Даже Ты скажешь Что Сорок Окупаемость 10 Лет Ты Наврешь 15 Лет Окупаемость Это Минимум Которое Я Видела Так Нужно Рассчитывать На 20 Лет Да Квартира Это В любом Случай Актив В Сочи Но Это Не совсем То Что Выгодно Иногда Выгоднее Купить Где-нибудь В Екатеринбурге Или В Челябинске Квартиру И она Себя Будет Отбивать Окупать Года За 4 За 5 Такие Варианты Есть Но Опять же Скорее Сего Квартира Как она Была У вас По цене Так И она Останется Цена Здесь Еще Многие Люди Играют В том Что Сама Стоимость Квартиры Поднимается Например Вчера Встречался С клиентами Они Купили Квартиру В Тихом Доне 4 года Назад По 82 Тысяч Рублей За Квадратный Метр Само Собое Разумеется Если Они Сейчас Надумают Продать Свою Квартиру 37 Квадратных Метров Они Продадут Минимум По 200 Тысяч Рублей За Квадрат С ремонтом Минимум По 200 А брали По 82 Ну Тоже Как бы Хорошая Инвестиция Ну И В принципе Как бы Из этого Все Но Еще Многие Возмущаются Что Если На Долгосрочно Снимать Например Сняли На Долгосрочно Внесли Залоговый Платеж За последний Месяц Съехали Через Полтора Месяца Не понравилась Эта Квартира Деньги Получается В размере Одного Месяца Не Возвращается Да Это Так Ребят Когда Вы Хотите Квартиру Снять На Долгосрочном Как бы Если Вы Например Снимаете От Года И Выше Это Одна Оплата Если Вы Снимаете До Года Это Другая Оплата И Соответственно Если Вы Раньше Времени Выезжаете С Квартиры То У Вас Залоговый Платеж Остается Ну Как бы Так Недозаработанная Прибыль В Сочи От Коронавируса Умер 50-летний Мужчина Ну Бывает Старт Горнолыжного Сезона Откладывается В Сочи Из-за Недостатка Снега В общем Было Решено Мэрии Сочи Срочно Покупать Снег У Эскимосов Как бы Так И Пока Открытие Запланировалось На 25 Декабря Задержали Еще Одну Базу Сотрудников ДПС Промышляющей На Трассе Сочи Краснодар Что значит Сочи Краснодар Ну Как бы Гражданскую Машину Подкидывали На Трассу Соответственно Ее обгоняли Другие Фотографировали И тут же На месте Разводили В итоге Была Карта На которую Переводили Деньги Это только Который Перевод А еще Был Наличка Еще Был Нал Ну И Слабо Собой Разумеешься В общем Нормально Так Срубили Только Миллион Рублей Было Официально Переведено Плюс Еще Думаю Многие Налички Рассчитывались Вот Как бы Так Поэтому Здесь Таких Предпринимателей Очень Много Раскрыты Семы Беспрецедентного Хищения Денег С счета Клиентов Сбербанка Ну Как Например Идут По поддельным Документам Восстанавливать Симкарту Соответственно Симкарту Приходит Пароль От личного Кабинета И тем Самым Делать Ну И соответственно Сбербанк В свою очередь Советует Так Держать Две Симкарты Первую Симкарту Которую Вы нигде В анкетах Не указываете И все Это ваш Личный И тому подобное А вторая Симкарта Которую Вы можете Разговаривать И все Как бы В итоге Банка Открестился От этих денег И он За это Ответственность Несет Хотя Я думаю Что просто Не было Прецедентов Которые Ну Как бы Подали бы В суд В прокуратуру И так далее В Сочи Застройщика Обязали Вернуть 122 миллиона Рублей На счета Дольщиков Читал Несколько раз Глупая схема Жилой комплекс Морская симфония Ну и соответственно Как бы Акцент Делан На то Что Как бы Адлерский районный суд Сочи Обязал Застройщика Жилой комплекс Морская симфония Восстановить На расчетном счете Средства Дольщиков Потраченные На рекламу И вознагражение Агентов Об этом сообщает Пресс-служба Прокуратуры В ходе проверки Сотрудники Ведомства Установили Что ООО Монолит В ходе строительства Жилого комплекса Привлекло Строительство Средств Граждан В размере Более 9 миллиардов Рублей В то же время Более 120 миллионов Рублей Из этой суммы Застройщик Потратил Не на возведение Домов А агентские Вознаграждения И рекламу В связи с этим Прокуратура Район обратилась Суд С исковым Заявлением На признание Таких расходов Незаконным Суд Требования Ведомств Удовлетворил И обязал Компанию Восстановить На расчетном счете Или кассе Организации В вложение Граждан Я думаю Скорее всего Здесь немножко Другая система Это скорее всего Из-за неполной суммы В договоре Потому что Изначально Люди соглашаются Неполную сумму В договоре А потом Соответственно Когда Как бы Касается Уже чуть дальше Уже Начинает Возбухать Ну и Застройщик В свою очередь Чтобы Ему Как-то Объяснить Почему У него Не вся сумма В договоре Ну это моя гипотеза Но скорее всего Это так Ну потому что Я другого Объяснения не нахожу Чтобы Перед прокуратурой Оправдаться Почему Не вся сумма В договоре Да Потому что У нас вся сумма В договоре Вы сами знаете Только у нас У жилого комплекса Гранд парк Они честные Порядочные Работают Как положено И В свою очередь Как бы Нужно было Как-то Отмазаться И тому подобное Ну и Что Да ничего Правильно Говорите Они Взяли Ситуально Вот вы понимаете Вот здесь Вот это строительство Вот эти деньги Взяли А здесь Вот мы там Платим за рекламу Содержим отдел продаж Содержим то Содержим это И так далее Понимаете И все И на этом фоне Как бы Так отмазались Ну в любом случае Если мы возьмем 9 миллиардов 9 миллиардов И 120 миллионов У нас Получается Сказали Реклама И У нас Миллиардов Секундочку У меня даже Столько Манулений Представляете В калькуляторе Ну здесь Сколько там Получается Если Ну это 10 процентов Ну вот Ответ Почему Морская симфония Так Хорошо Везде Рекламируется Пиарится И так далее Потому что Просто Морскую симфонию Купить Ну это Нужно быть Человеком Либо Который Перенес коронавирус Например Вот моя дочка Она переболела Коронавирусом И до сих пор Как бы Она Ну знаете Как бы До сих пор Запахи К ней не вернулись Но она старается Все делает Но переболел Легкой форме Но запахи Не вернулись Вот она может Жить в морской симфонии Потому что И по барабану До тех пор Пока ей не вернется Обоняние Как только вернется Конечно Нам жить будет невозможно Вот как бы так Ну вот Вот вам Вам и ответы Почему все Риелторы Бегали вокруг Этой морской симфонии Ну по большому счету Я думаю Что это Вся была сумма Ну как бы Все были моменты Из-за неполной суммы В договоре Потому что Есть люди Которые все-таки Берут и Ну как бы Жалуются Ну в одной основе Может правильно Не делают А с другой стороны Кто тебя заставляет Покупать объект В неполной сумме В договоре Ну не устраивает тебя Что там не вся сумма В договоре Не устраивает Там тебя что-то Переуступка Не устраивает тебя Что-то отвезли Да ради бога Уходи Смотри Другой объект А люди хотят Обычно и рыбку съесть И ручки не испачкать Такого не бывает Не желающие Отмечать Новый год С Оливье Голубым угольком Питерцы Бегут в Сочи Да Именно бегут в Сочи Все хотят Праздновать Новый год В Сочи Без снега Все верно Статистика Поползла вверх За сутки В Сочи Выявили 17 новых случаев Заболевания В отелях в Сочи Есть свободные места Примерно 5% Но цены Мягко говоря Кусаются Режим повышенной готовности В регионе Продлен до 31 декабря В Сочи Автомобиль Сбил мужчину Который перебегал Дорогу В неположенном месте Ребят В Сочи Даже в положенном месте Может сбить автомобиль А в неположенном месте Тем более Поэтому Будьте аккуратны На дорогах Будьте бдительны Как вы понимаете Гаишникам Нет дела до вас Гаишникам Нет дела до безопасности Гаишникам Нет дела до ничего Потому что Гаишники Выходят на дорогу Зарабатывать Не так сам говорил Один гаишник Ему надо кормить семью Ему нужно кормить Своего начальника Ему нужно кормить Своих родственников Которые знают Что он гаишник И так далее И ему нужно Еще что-то сделать Поэтому По барабану Я вчера видел Как перед гаишниками Две сплошные линии Разворачивались Они даже Хотя бы Корякалку включили Для понта Нет По барабану По барабану По барабану Тоже Мы ехали в Адлер И Получается Через две сплошные линии Лезли Девочка Я ее не пропустил Рядышком Мужчина Сигналил Так хотел выйти Реально Потому что Я видел Что-то меня не пропустил Мою девушку Через две сплошные линии Я там Самый умный Я видел Что гаишники стоят Я просто ехал с клиентами Так хотел Конечно Выйти Прямо Мужчине Которому Объяснить Что так нельзя Учить Свою жену Ездить Потому что Через две сплошные линии И так далее И Конечно Хотелось бы поговорить С гаишниками Ребят Ну что вы делаете Почему вы позволяете Такой беспредел Я могу сказать Что в Орске В Оренбурге Блин Если бы там Хотя бы там Немного колесом Наспал Ну и наехал Там бы уже выбежали Тебя штрафовать Разводить И так далее Здесь Все супер Ради бога Нарушайте Поэтому конечно же В плане вот Автомобилистов И вот Сочи Это тот самый минус Который мне Пока не нравится Это просто Который беспредел Отвалиться на дороге Особенно В этом прекрасном Адлере Вот как бы так Ладно ребят Вам всем хорошее настроение Вам побольше позитива Вам всем добра И пока